всем привет с вами кейн и сегодня у меня в обзоре югума японский эсминец 9 уровня торпедный эсминец поскольку от артиллерии здесь играть не получится только чисто от торпед вот именно этот геймплей я вам сейчас и продемонстрирую взял я вместо расходника дымовой завесы ускорение торпед на ускорение перезарядки торпед и играю от торпед попали мы на карту ловушка 1 видимо из неплохих кстати моих карт не здесь ну нормально играется в общем что я могу сказать об этом эсминце вся ветка в общем достаточно таки неплохая но играть от артиллерии здесь не получится от слова совсем поскольку даже на к геру там и я играл с расходником ускоренная перезарядка торпедного вооружения иначе настреливать урон из артиллерии это слишком проблематично и не всегда оправдывает своих надежд вот торпеды это другое дело их здесь не так но но зато наносят урон крайне высокий японский торпеда обладают самым высоким уроном в игре пройдемся немножко по ттх на югума есть три вида торпедового вооружения в первом стандартной модификации там 10 километровые торпеды во втором которым я играю сейчас это 12 километровые торпеды и с высоким уроном 3 тип торпедам 8 километровые они быстроходные но играть с ними как-то я считаю слишком некомфортно и урон у них чуть чуть меньше по артиллерии здесь время перезарядки артиллерии 5 и 7 секунд в трех двух орудийных башнях то есть стрелять мы будем крайне редко и в тех случаях когда уже это будет крайне необходимо запаса бачков боеспособности здесь немного 15 500 базе без сперта и в общем есть три расходника либо же три дыма либо же ускоренная перезарядка торпед и также есть форсаж в общем самый эффективный билд как я считаю это же играть и от торпед но иногда пользоваться конечно же артиллерией по модернизациям взял я стандартную как бы для эсминца билд это первом слоте основное вооружение во втором и система борьбы за живучесть и в третьем я взял поскольку это торпедный эсминец я взял модификацию торпедные аппараты модификации 1 четвертом это рули у меня в пятом маскировка а в шестом взял торпедные аппараты модификация 2 поскольку нам важно скорость перезарядки торпед по перкам это были стандартные 10 очков я скажу то есть профилактика из последних сил мастер торпедное вооружение и мастер маскировки затем уже можно брать и мастера борьбы за живучесть после чего взять еще отчаянный ну и там дальше уже на свое смотрели осталось пять минут я играю именно с таким билдом кто-то может взять даже еще супер не надо поскольку он ну чуть-чуть добавляет количество дымов там или же количество расходника на торпеды что весьма неплохо pvo здесь достаточно слабое поэтому всегда его лучше же отключать в общем настрелял я за весь бой достаточно много урона но чисто на торпедах поскольку торпеды наносят 23000 хитпоинтов это максимальная альфа торпед и они способны забрать линкор то есть практически с одного веера способом просто спикировать на него и этим я приношу победу нашей команде в общем хорошие эсминцы но только чисто в плане торпед от артиллерии играть на них не получится поэтому они не сильно не нравятся то есть как-то лесно отзываться одних но только для тех кто любит именно торпедные пуски именно геймплей охотника тем не и зайдут но с учетом немцев европейцев и американцев торпедные спам здесь устроить не получится поскольку торпеды нужно будет кидать четко рассчитав ну траекторию движения вашего противника просто спамить торпедами это будет плохо сказаться на ваших результатах ну на этом у меня все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал пишите комментарии всем спасибо всем пока и